А перед началом ролика хотел бы вам посоветовать очень интересный канал моего знакомого, называется Онреал. Снимает классные видосики по проекту Мазин Холлер Плей. Он также играет и снимает на первом сервере, где играю я. Поэтому всем советую подписаться на его канал. Ссылка на мой канал будет в описании. Давайте поможем ему сделать тысячу подписчиков. Я думаю, он этому будет очень рад. Также он часто делает конкурсы. Даже сейчас на его канале проходит конкурс на 2 миллиона 500 тысяч рублей. Поэтому, кому интересно, повторю, ссылочка есть в описании. Заходите, смотрите видосики и подписывайтесь на его канал. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ким. И сегодня у нас будет новое видео на проекте Мазин Холлер Плей. Сегодня будет интересное видео. В принципе, как и всегда, стараюсь для вас выпускать ролики через день. Поэтому, возьмите, просто поставьте лайк и подпишитесь на канал. Чем больше я буду видеть активности, тем чаще я буду для вас выпускать новые видосики интересные. Поэтому, возьмите, просто реально поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и можете написать комментарий. Сегодня будет видео, в котором я помогу новичку. Он реально просто новый аккаунт создал. И я ему с нуля помог развиться. Поэтому видео реально будет интересное. Смотрите его от начала до конца. Давайте я вам расскажу немножко о предыстории. Я просто катался, получается, катал рейсы и встретил этого чувака. Он меня попросил подвезти его на какую-то работу. Но я заметил то, что у него был нон-рп ник. Я понимал то, что если он как бы будет играть, его в любом случае забанят. Потому что за нон-рп ник банят на 3 дня. Иногда даже на 30 дней банят, если человек не понимает то, что нужно ник поменять. Я ему пытался объяснить, как поменять ник. Но в итоге у него это не получалось сделать. Поэтому я ему предложил создать новый аккаунт, на котором я ему помогу развиться. Он, получается, создал новый аккаунт. И я начал ему помогать развиваться. Как это все было, вы сейчас посмотрите. Не забывайте вводить по промокод. Пишите вместе к авсам Кирилл Кейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч. На десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Хрюплей. Желаю всем приятного просмотра. А тем, кто кушает, приятного аппетита. Пароль ты ввел уже? Да, ввел. А где ты появился? А? А где ты появился? Тут сейчас дали, надо нажать. А, ну пропускай просто все. О, вот ты появился. Погнали сразу в твою школу, пора получишь. Потом поедем, я тебе покажу, где особняк. Потом поедем, купим машину. На Б сдавай категорию сразу. Так, шоу, поехали, я тебе особняк сначала покажу. Приму тебя в семью. В принципе, потом уже можно будет поехать тебе машинку купить. Вообще, какие тебе машины нравятся? БМВ. А шоу больше нравится, БМВ или Мерседес? БМВ. А ты вообще, ну сколько тебе лет, где ты же там живешь? Если не секрет. Тринадцать. Живу в Глазове. А где-где? В Глазове. Это Россия? Да. Я с Украины сижу. Так, смотри, вот наш особняк получается. Да. Это самый большой дом. Здесь ты сможешь машину спавнить, понял? Когда купишь. Квиш команду такую, слэшкар, понял? Вот здесь, возле гаража. Я знаю, у меня просто, я тоже был в семье. Ну тебя выгнали просто, да? Да. Смотри, сейчас я тебя принимаю в семью. Угу. Даю тебе ранг третий. И смотри, заходишь в гараж, здесь есть машина. Можешь любую машину брать? Ну, если тебе надо будет. Угу. Если у тебя будет, допустим, твоя машина сломана, либо просто заходишь покататься, можешь любую брать. Но, как бы, не надо там кого-то таранить специально. И так далее. Россия сломаю. Россия сломаю. Ну, ничего страшного, починишь, если будет возможность. Угу. Так, погнали на улицу. Как бы, будешь заходить в выру, будешь спамниться здесь просто, в особняке. Теперь поехали, наверное, сейчас по фотосалон. Ну, ты хочешь, да, БМВ, именно. Ну, без ранницы вообще хоть кладом. Ну, лучше БМВ было бы, да? Ну, хорошо, поехали сейчас по фотосалону БМВ, посмотрим, что там есть. Потом надо будет тебе одежду какую-то купить. У меня есть шкаф в одежде, я тебе покажу, если тебе понравится, я тебе подарю. А откуда ты вообще узнал про Амазинг? Ну, про этот проект вообще? Я вообще играл в GTA Samp и в NextRP. Ну, а как сюда попал именно, на Амазинг? А, так просто увидел у блогера видео и захотел даже скачать. А что за блогер? Не помню, как зовут его. А почему он на первый сервак сошел? Ну, почему там не... По-моему, потому что он играл на первом серваке. Ну, ты типа на его сервис случайно наткнулся и начал здесь играть, да? Да. Первый раз я скачивал эту игру, мне не понравилось, а второй раз я скачал, потом понравилось. И зашло, да? Да. Первый раз у меня ничего не получалось. Я думаю, сегодня у тебя точно все получится. Так, сейчас вот автослом БМВ. Сейчас я послушаю, что там за машинки есть. Просто у меня денег не сильно много. Но сейчас тебе что-то, думаю, выберем по-любому какую-то машинку хорошую, чтобы тебе передвигаться. Можно будет Анашан поехать посмотреть машинки еще. Ну, тебе нравится, да, здесь играть? Ну, да. Тебя никто не обижает? Нет. А что ты говоришь, что типа с голоса с тобой усмеялись? Ну, вот это да. На кто смеялся? Ну, и почему? Типа, что ты маленького возраста? Ну, типа да. Ну, блин. Я считаю, что без разницы, какой возраст, главное, чтобы человек был хороший, адекватный. Но вообще, самая прибыльная здесь работа, это рыбалка и дальнобойщики. Но я бы тебе советовал пойти на дальнобойщики, потому что на рыбалке прибыльно, там нужно скилл сначала вкачать, нужно тебе деньги тратить на уточки, на наживку. То есть, поначалу тебе это не будет прибыльно. Лучше пойти на дальнобойщики. У дальнобойщики можно устроиться с 8 уровня, и потом ты будешь скилл качать. Ну, там за рейс на первом скиле платят там 15 тысяч, понял? Точно BMW хочешь именно? Да, без разницы. Можно и автолаз, дешевле будет. Да, тут дело не в том, что дешевле, просто мне главное, чтобы тебе эта машина понравилась, чтобы ты не продал её на следующий день, понимаешь? Ну, чтобы ты на ней кайфовал просто, ездил, знаешь? Машина чисто по кайфу, чтобы была. Вот как у меня гелик, вот мне он нравится, я от него кайфую. Надо, чтобы тебе такая же самая машина была. Сейчас я тебе покажу эту машину, дам тебе руль, прокатишься, скажешь, нравится, берём, не нравится, поищем что-то другое. Ну, я хочу тебе взять машину первую, чтобы она тебе нравилась, чтобы она у тебя долго была. А не, чтобы ты покатался, сказал, что это говно, и потом хотел себе другую машину. Надо сразу брать машину хорошую, чтобы тебе нравилась. Ну, мне по кайфу ещё была шестёрка. Не, ну шестёрка и шестёрка, но надо тебе иномарочку покупать. У меня просто в NextRP я донатил туда 400 тысяч, ой, 400 рублей туда донатил. И сейчас, типа, у меня они заходят туда. Ну, я не знаю, у меня сначала играло, а потом не появлялось в игру обновление лаунчера. Что, ты хотя бы рад, что у тебя машина теперь такая будет? А? Говорю, ты хотя бы рад, что у тебя такая машина будет? Да, очень, я просто не могу эмоции передать. Спасибо большое, что ты помог, вообще мне. Конечно, шестёрка это хорошо, но думаю, бон, восьмёрка будет получше. Опа, аккуратно. Типичный елик. Всё, бери свою машину тогда. Осталось только в чёрный перекрасить. Ты уже, думаю, сам покрасишь. Ну, а тебе ещё 30 тысяч, можешь поехать в тюнинг её покрасить. Ну, либо ещё что-то сделать с ней.